Ракетные двигатели Инженер Роджер Шойер, основавший собственную компанию Satellite Propulsion Research в 2001 году. Конструкция EM Drive весьма экстравагантна и представляет собой по форме металлическое ведро, запаянное с обоих концов. Внутри этого ведра расположен магнетрон, излучающий электромагнитные волны, такой же, как в обычной микроволновке. Его оказывается достаточно, чтобы создать очень маленькую, но вполне заметную тягу. Сам автор объясняет работу своего двигателя через разность давления электромагнитного излучения в разных концах ведра. В узком конце оно меньше, чем в широком. Благодаря этому создается тяга, направленная в сторону узкого конца. Возможность такой работы двигатель не раз оспаривалась, но во всех экспериментах установка Шойера показывала наличие тяги в предполагаемом направлении. Изобретение проверяли в самых разных условиях, в том числе и в вакууме, где оно показало наличие тяги в 20 микроньютонов. Это очень мало относительно химических реактивных двигателей, но учитывая то, что двигатель Шойера может работать полеугодно долго, так как не нуждается в запасе топлива, потенциально он способен разгонять космические корабли до огромных скоростей, измеряемых в процентах от скорости света. К примеру, выдвигаются версии, что двигатель может создавать тягу, благодаря взаимодействию с физическим вакуумом, который на квантовом уровне имеет неналевую энергию, заполнен постоянно рождающимися и исчезающими виртуальными элементарными частицами. Солнечный парус Как говорилось выше, электромагнитное излучение оказывает давление. Это значит, что теоретически его можно преобразовывать в движение, например, с помощью паруса. Аналогично тому, как корабли прошлых веков ловили в свои паруса ветер, космический корабль будущего ловил бы в свои паруса солнечный или любой другой звездный свет. Проблема в том, что давление света крайне мало и уменьшается с увеличением расстояния от источника. Поэтому, чтобы быть эффективным, такой парус должен иметь очень малый вес и очень большую площадь. А это увеличивает риск разрушения всей конструкции при встрече с астероидом или другим объектом. Попытки строительства и запуска солнечных парусников в космос уже имели место. В 1993 году тестирование солнечного паруса на корабле «Прогресс» провела Россия. А в 2010 году успешное испытание по пути к Венере осуществила Япония. Но еще ни один корабль не использовал парус в качестве основного источника ускорения. Несколько перспективнее в этом отношении выглядит другой проект – электрический парус. Электрический парус Солнце излучает не только фотоны, но также и электрически заряженные частицы вещества – электроны, потоны и ионы. Все они формируют так называемый солнечный ветер, ежесекундно уносящий с поверхности светила около 1 миллиона тонн вещества. Солнечный ветер распространяется на миллиарды километров и ответственен за некоторые природные явления на нашей планете, такие как геомагнитные бури и северные сияния. Солнечный ветер, как и ветер воздушный, вполне пригоден для путешествий. Надо лишь заставить его дуть в паруса. Проект электрического паруса, созданный в 2006 году, внешне имеет мало общего с солнечным. Этот двигатель состоит из нескольких длинных тонких тросов, похожих на спицы колеса без обода. Благодаря электронной пушке, излучающей против направления движения, эти тросы приобретают положительный заряженный потенциал. Так как масса электрона примерно в 1800 раз меньше, чем масса протона, то создаваемая электронами тяга не будет играть принципиальной роли. Не важны для такого паруса и электроны солнечного света. А вот положительно заряженные частицы, протоны и альфа-излучения, будут отталкиваться от тросов, создавая тем самым реактивную тягу. Электрический парус гораздо проще сконструировать, произвести, развернуть и эксплуатировать в космосе. Кроме того, с помощью гравитации парус позволяет также путешествовать к источнику звездного ветра, а не только от него. А так как площадь поверхности такого паруса гораздо меньше, чем у солнечного, то для астероидов и космического мусора он уязвим куда меньше. Возможно, первые экспериментальные корабли на электрическом парусе мы увидим уже в следующие несколько лет. Ионный двигатель. В ионном двигателе инертный газ ионизируется с помощью потока высокоэнергетических электронов. Они выбивают электроны из атомов, и те приобретают положительный заряд. Далее получившиеся ионы ускоряются в электростатическом поле до скоростей порядка 200 км в секунду, что в 50 раз больше, чем скорость истекания газа из химических реактивных двигателей. Тем не менее, современные ионные двигатели обладают очень маленькой тягой – около 50-100 млн. Такой двигатель не смог бы даже сдвинуться со стола, но у него есть серьезный плюс. Большой удельный импульс позволяет значительно сократить расходы топлива двигателя. Для ионизации газа используется энергия, полученная от солнечных батарей. Поэтому ионный двигатель способен работать очень долго – до 3 лет без перерыва. За такой срок он успеет разогнать космический аппарат до скоростей, которые химическим двигателям и не снились. Ионные двигатели уже не раз браздили просторы Солнечной системы в составе различных миссий, но обычно в качестве вспомогательных, а не основных. Сегодня, как о возможной альтернативе ионным двигателям, все чаще говорят про двигатели плазменные. Плазменный двигатель Если степень ионизации атомов становится высокой, то такое агрегатное состояние вещества называют плазмой. Достичь состояния плазмы можно лишь при высоких температурах, поэтому в плазменных двигателях ионизированный газ разогревается до нескольких миллионов градусов. Разогрев осуществляется с помощью внешнего источника энергии, солнечных батарей или, что более реально, небольшого ядерного реактора. Горячая плазма затем выбрасывается через сопла ракеты, создавая тягу в десятки раз большую, чем в ионном двигателе. Одним из примеров плазменного двигателя является проект VASIMER, который развивается еще с 70-х годов прошлого века. В отличие от ионных двигателей, плазменные в космосе еще испытаны не были, но с ними связывают большие надежды. Именно плазменный двигатель VASIMER является одним из основных кандидатов для пилотируемых полетов на Марс. Термоядерный двигатель Укротить энергию термоядерного синтеза люди пытаются с середины 20 века, но пока что делать это так и не удалось. Тем не менее, управляемый термоядерный синтез все равно очень привлекателен, ведь это источник огромной энергии, получаемой из весьма дешевого топлива, изотопов гелия и водорода. В настоящий момент существует несколько проектов конструкции реактивного двигателя на энергии термоядерного синтеза. Самой перспективной из них считается модель на основе реактора с магнитным удержанием плазмы. Термоядерный реактор в таком двигателе будет представлять собой негерметичную цилиндрическую камеру размером 100-300 метров в длину и 1,3 метра в диаметре. К камеру должно подаваться топливо в виде высокотемпературной плазмы, которая при достаточном давлении вступает в реакцию ядерного синтеза. Располагающиеся вокруг камеры катушки магнитной системы должны удерживать эту плазму от контакта с оборудованием. Зона термоядерной реакции располагается вдоль оси такого цилиндра. С помощью магнитных полей экстремально горячая плазма проистекает через сопло реактора, создавая огромную тягу, во много раз большую, чем у химических двигателей. Двигатель на антиматерии Все окружающее нас вещество состоит из фермионов – элементарных частиц с полуцелым спином. Это, к примеру, кварки, из которых состоят протоны и нейтроны в атомных ядрах, а также электроны. При этом у каждого фермиона есть своя античастица. Для электрона таковой выступает позитрон, для кварка – антикварк. Античастицы имеют ту же массу и тот же спин, что и их обычные товарищи, отличаясь знаком всех остальных квантовых параметров. В лабораторных условиях можно получить некоторое количество антивещества. К примеру, недавно был произведен эксперимент по сравнению свойств протонов и антипротонов, которые хранились в магнитной ловушке. При встрече антивещества и обычного вещества происходит процесс взаимной аннигиляции, сопровождаемый выплеском колоссальной энергии. Причем значительная часть энергии при этом выделится в виде фотонов электромагнитного излучения. Соответственно, возникает желание использовать эту энергию для космических перемещений путем создания фотонного двигателя, похожего на солнечный парус, только в данном случае свет будет генерироваться внутренним источником. Никакой современный материал попросту не выдержит рожденного в случае подобного взрыва излучения и моментально испариться. Это задача, как и вопрос о создании большего количества антивещества и его длительного хранения дела физики будущего. ВАРП-двигатель Это гипотетическая технология, которая позволит кораблю, оснащенным таким двигателем, преодолевать межзвездные расстояния со скоростями, превышающими скорость света. Естественно, корабль не разгоняется локально, даже до около световых скоростей, но, тем не менее, движется быстрее, чем плоская электромагнитная волна в вакууме за счет искажения пространства по направлению движения звездолета. Поддержите нас и подпишитесь на канал. Пишите в комментах, о чем еще бы вы хотели узнать.